В Латвии рак шейки матки является второй по распространению причины раковых заболеваний у женщин в возрасте до 45 лет и третьей по распространенности причины смертности от рака среди женщин после рака молочной железы и рака легких. Поэтому ежемесячно в Латвии заболевания умирают не менее 10 женщин. Сегодня состоится дискуссия о возможностях остановить распространение рака, вызванного вирусом попелом от человека. Об этом подробнее мы поговорим прямо сейчас. Я приветствую в этой студии Ласму Лейдаку, детского и подросткового гинеколога, председателя правления Латвийской ассоциации гинекологов и акушеров. Доброе утро. Доброе утро. И также вместе с нами переводчик Елена Гизелеза. Приветствую вас тоже. От первого лица За последние 10 лет заболеваемость раком шейки матки увеличилась на 20%. Почему это происходит и почему такие показатели возникают? Во-первых, нужно считаться с тем, что рак шейки матки – это вирусное заболевание. Его вызывает вирус в более чем 99% случаев. Этот вирус также вызывает и заболевание анального канала, влагалища, ртовой полости и других органов и у мужчин. И в Латвии распространенность высокая, потому что у нас плохой охват вакцинации. Вакцинация появилась достаточно недавно и улучшение охвата вакцинации медленное. Мы вакцинируем девочек-подростков, а рак шейки матки появляется уже после возраста 20 лет. То есть мы улучшенный эффект этого охвата вакцинации увидим только через какое-то время. И от скрининга рака шейки матки недостаточно быстро растет и не достигает 90%, как мы этого бы хотели. И поэтому рак шейки матки открывается тогда, когда уже есть заболевание. Это заболевание уникально тем, что вирус остается в клетках на протяжении многих лет, 10-15 лет, пока не вызовет раковые изменения. И поэтому предраковые изменения можно поймать еще до того, как развился рак. И в Латвии, очевидно, это не происходит так успешно, чтобы можно было вылечить женщин до того, как развивается рак. Расвирус, значит, от него можно обезопаситься, я правильно понимаю? Да, именно так. У нас есть вакцина. Вакцина надежная, безопасная, проверенная во всем мире на протяжении нескольких десятилетий. Используется в мире на людях. Это не новинка. И в Латвии она достаточно давно. Но все же есть часть родителей, которые боятся прививать своих подростков. Потому что лучший эффект тогда, если мы вакцинируем подростка до того, как он начнет жить половой жизнью. И поэтому вакцина поставлена в календарь вакцинации около 12 лет. Можно вакцинировать с 9 лет. Каков охват вакцинации? Насколько это успешно? Сейчас мы достигли примерно 60% среди девочек охват вакцинации. Но нам еще предстоит большая работа, чтобы достичь охвата вакцинации более 90%. И насколько я понял, вы упомянули о том, что родители боятся вакцинировать своих дочерей. И мальчиков, и сыновей тоже? И своих сыновей тоже, да. Расскажите, пожалуйста, как вы объясняете, с чем связаны эти страхи вакцинации? Это, так сказать, просто общая боязнь вакцинирования как такового? Да. Общий страх вакцинации. И также вакцинация вызывает эмоциональные реакции у родителей, потому что они должны начать думать о том, что у его ребенка будут сексуальные отношения. И это большой триггер, это такое большое волнение. И кажется, нет, мой ребенок маленький, какие половые отношения? До этого еще очень далеко. Но в то же самое время, во-первых, понятно, что лучше, быстрее привиться, чтобы образовался иммунитет. И второе, родители должны понимать, что 17,5 лет – это средний возраст, начало половой жизни. Если откладывать до 18 лет, государство эту вакцину не оплачивает. И к тому же вероятность большая, что уже подросток живет половой жизнью. И гораздо лучше, если начать вакцинировать до половой жизни. Расскажите мне, пожалуйста, о том, как работает вакцина, когда, где стоит ее проводить. Вакцина поставлена в календарь вакцинации, как любая другая вакцина. Ее вводят в кабинете вакцинации или у семейного врача. Редко, но до сих пор слышу, что вводится вакцина в шейку матки. Это неправда. И осмотр гинеколога перед вакцинацией тоже не требуется. И также для мальчиков никаких особых обследований не требуется перед вакцинацией. Вакцина способствует образованию иммунитета против девяти типов вируса папилломы человека. Семь из них вызывают рак шейки матки и другие виды рака, которые я уже упоминала. И два вызывают кандиломы шейки матки, которые тоже могут вызывать жалобы и превращаться в злокачественные. А вирус папилломы среди мужчин, насколько он становится причиной заболеваемости онкологическими заболеваниями? По поводу мальчиков, наверное, буду знать лучше те, кто работает с мужчинами. Но нужно считаться с тем, что вирус папилломы человека вызывает и рак глотки, рак горла. Это затрагивает оба пола. И это также рак анального канала. Это тоже затрагивает оба пола. И мужчины, которые являются носителями вируса папилломы человека, распространяют этот вирус среди своих партнерш, женщин, таким образом способствуя и заболеваниям рака шейки матки и влагалища. Хорошо. Про вакцинацию поговорили. Есть над чем работать и преодолевать страхи, которые в нашем обществе продолжают существовать вокруг вакцинации. Вы упомянули также, что скрининг недостаточно работает на данный момент. Где здесь могут быть произведены улучшения? Во-первых, нужно больше работать и государственным учреждениям, потому что самое частое, что я вижу, почему своевременно не был проведен скрининг рака шейки матки, связано с тем, что не получено письмо с приглашением на скрининг, или это письмо не было замечено, или механизм отправки таков, что отправляют на задекларированный адрес, где никто не живет или не проверяют почтовый отчет, или нет возможности получить. Второе, что нужно знать женщинам, если активирован электронный адрес, то приглашение придет и на электронный адрес. И есть часть женщин, которые просто не реагируют на это приглашение и пропускают его. И здесь я вижу активную роль семейных врачей, приглашая лично каждую женщину, убеждаясь, что она прошла этот скрининг рака шейки матки, может улучшить ситуацию. А есть ли еще способы победить эту пассивность, которая есть среди пациентов, когда их призывают пройти скрининг, либо вакцинацию лечения и так далее, для того, чтобы не стать впоследствии пациентом онкологического заболевания? Необходимо способствовать тому, чтобы скрининг проводил своего семейного врача, не нужно было обращаться к гинекологу, это возможно, это можно делать. В латвийском обществе о таких темах не говорят, кто за кофе с подругой говорит, сделал этот скрининг, поэтому я призываю всех, всех дорогих женщин спросить у себя, у окружающих, была ли ты на скрининге. И даже когда ходят гинекологи, не всегда выясняют, что это за анализы, был скрининг, не было скрининг, но это ответственность каждого из нас, интересоваться такими вещами. В настоящее время ведется работа над обсуждением плана по улучшению медицинского обслуживания в области онкологии на грядущие два года, до 27-го года. Какие должны быть сделаны улучшения, на ваш взгляд? Если мы говорим именно о искоренении рака шейки матки, то, что мы очень надеемся увидеть, это увеличить группы вакцинации до 26 возрастов, как для молодых людей, так и для девушек. Потому что это поможет вакцинировать тех, которые в подростковые годы или сами, или их родители, но иностранные скептически, но они выросли, их отношение изменилось. Следующая иммуносепрессия и ВИЧ-инфекция у женщин, у таких женщин повышается риск заболеть раком шейки матки, потому что это вирусная инфекция, иммунитет подавлен. И нужно считаться с тем, что у этих пациенток лечение рака шейки матки особенно затруднено, потому что есть сопутствующие заболевания, они получают медикаменты. И поэтому в наших интересах вакцинировать женщин, у которых есть эти серьезные сопутствующие заболевания, чтобы снизить риск заболеть раком шейки матки. И следующее, это обеспечить вакцинацию и для женщин, которым уже было проведено хирургическое лечение предракового заболевания, что поможет предотвратить инфицирование повторное вирусом папилломы и уменьшить прогрессирование заболевания. Что можно и нужно сделать сегодня, прямо сейчас, в ближайшее время, для того, чтобы, опять же, остановить распространение заболеваемости? Что может сделать каждый отдельный человек, слушатель? Обязательно выяснить статус вакцинации своего ребенка в отношении вируса папиллома человека. Если вакцинация не сделана, запланировать ее. До 18 лет вакцина сейчас бесплатна. И обязательно необходимо поинтересоваться о скрининге рака шейки матки своего или окружающих женщин. Было ли это сделано своевременно? И если это не сделано, то? То тогда обращаемся или к семейному врачу. Семейный врач обеспечивает скрининг рака шейки матки. И у семейного врача можно узнать номер этого, пригласить новое письмо, если вы его пропустили. Или обращаться к гинекологу для проведения скрининга на рак шейки матки. Напомним, что сегодня пройдет дискуссия о возможностях остановить распространение рака, вызванного вирусом папиллома человека. Но вот уже важно понять, что из нашего разговора следует, что уже сейчас существуют механизмы вакцинации, скрининг, которые можно проводить. И нужно проводить для того, чтобы не стать пациентом онкологического заболевания. Благодарю вас за то, что были вместе с нами. Лас Малыйдек, детский и подростковый гинеколог, председатель правления Ассоциации гинекологов и акушеров, была вместе с нами. Благодарю переводчика. Елена Гизелеза была также вместе с нами в эфире Домской площади. Мы переходим к другим темам. Домская площадь. С добрым утром!